Вашему вниманию представляется доклад на тему методика изготовления тканевых матриц с использованием автоматических систем. Применение тканевых матриц в клинической гистологии существенно расширяет диагностические возможности и способствует становлению предиктивной медицины. Скорость, с которой новые прогностические факторы внедряются в клиническую практику, требует особых методологических подходов, позволяющих своевременно или ретроспективно оценивать эти прогностические факторы у большого количества пациентов. Небольшая историческая справка. Методика была предложена в 1986 году американским патологом Гектором Ботифорой для изучения различных маркеров в одинаковых условиях. Она получила название «многоопухолевый тканевый блок», который получил также шутливое название «колбасный блок». Методика сводилась к следующему. Из парафиновых блоков с исследуемым материалом нарезались тонкие длинные бруски, депарафинировались, складывались в пучок, для надежности заворачивались в стенку тонкой кишки мелкого млекопитающего и заново заливались парафином. Далее такой блок подвергался микротомии в перпендикулярном направлении и полученные срезы окрашивались и анализировались по стандартному алгоритму. Но при таком подходе имелся определенный недостаток, а именно трудно было определить, какому конкретно пациенту принадлежит тот или иной срез. Но методика была оценена по достоинству и уже вскоре появились ее модификации. Через год патолог Вон предложил работать не с поверхностью тканевых блоков, а с их объемом, логично рассуждая о том, что опухоль – это трехмерная структура, и работа с поверхностью может исказить представление о ее биологических свойствах. Вон и соавторы предложили выполнять своего рода миниатюрную трепанобиопсию блока. Но и тут имелся недостаток. Очень сложно было определить наличие опухоли в нижней части получаемого тканевого цилиндра, а потому часть образцов при таком подходе неизбежно не содержит собственно опухолевой ткани. В 1998 году патолог Коннен с сотрудниками разработали методику создания парафиновых матриц с использованием специальной микротехники и расположением тканевых образцов в системе координат XY. Именно эта группа исследователей ввела термин «тканевая матрица». Принцип этой технологии заключается в следующем. Из стандартного, фиксированного в формалине и заключенного в парафин тканевого фрагмента, то есть из донорского гистологического блока, извлекается небольшая порция материала и помещается в специально подготовленный рецепиентный блок. Существует два метода сбора тканевых матриц – ручной и автоматический. Последний позволяет за короткое время сформировать тканевую матрицу, а также имеется возможность забора материала для ПЦР-исследований. Именно о нем я вам расскажу. Для формирования тканевых матриц в нашей лаборатории мы используем аппарат TEMA Grand Master в паре со сканером гистологических стекол Panoramic 250 Flash 3. Двумя основными элементами этого аппарата являются сверло и пробойник. Сверло высверливает ячейки в пустом рецепиентном блоке. Пробойник, который представляет собой полый цилиндр с поршнем, производит забор материала в донорском блоке и помещает его в рецепиентный, в ячейку рецепиентного блока. Они отличаются по диаметру и могут быть 0,6 мм, 1,5 и 2 мм в диаметре. В соответствии с выбранным диаметром пробойника на цифровых копиях препаратов предварительно отмечаются зоны интереса такого же диаметра. На данной фотографии вы видите метки, которым присвоены различные цвета. Такая опция существует в специальной программе. В красном отмечена зона опухоли, в синем зона инвазии опухоли в соседние структуры, зеленая метка присвоена метастазу в лимфатическом узле. После того, как все препараты отсканированы, отмечены зоны интереса, установлены инструменты, пустые рецепиентные блоки для матриц и донорские блоки для забора материалов помещаются в соответствующие ячейки аппарата. Создание матриц происходит по следующему алгоритму. Выбирается шаблон матрица. В дополнительном окне программы производится позиционирование донорского блока и скана с метками. Изображение из скана можно сдвигать, увеличивать, вращать до того момента, пока изображение донорского блока и скана препарата, который был сделан с него, не совпадут идеально. И затем нажимается команда «Старт» и происходит формирование матрицы. Таким образом совмещаются изображения для каждого донорского блока. Матрица собирается, и при этом у каждого кора, то есть тканевого образца, извлеченного из донорского блока, имеется адрес в рецепиентном. В одной из наших работ была поставлена задача из почти 600 донорских блоков сформировать матрицы. В итоге мы получили 28 тканевых матриц, микротомия, окраска и последующий анализ которых потребовал гораздо меньших затрат и материальных, и человеческих. Система формирования матриц полностью автоматизирована, используемая программное обеспечение позволяет в течение короткого времени сформировать большое количество рецепиентных блоков, которые могут включать от 50 до 720 зон интереса. Программа интегрирована с другим оборудованием и другим программным обеспечением. Вся информация о донорских блоках, о локализации гистологического материала, то есть адреса коров в рецепиентном блоке, клинические данные и другие, в том числе цветовая индикация зон интереса, сохраняются в базе данных Excel для последующего всестороннего анализа. Автоматическая система забора материала может работать практически со всеми типами тканей, однако при работе со слишком плотным материалом, например, кожей или щитовидной железы, требуется особый режим забора и подготовки материала. В зависимости от цели мы рекомендуем использовать пробойники различных диаметров. Пробойник диаметром 0,6 и 1 мм больше всего подходит для забора материала для ПЦР-исследования. В корах такого диаметра не представлена сколь-нибудь внятная структура опухоли, но зато достигается очень точное попадание большого количества опухолевых клеток в исследование. Коры диаметром 1,5-2 мм приблизительно соответствуют диаметру поля зрения на увеличении 10. И этого материала, как правило, достаточно для того, чтобы получить представление о гистологической структуре опухоли и характере экспрессии того или иного маркера. К выводам. В противоположность традиционному способу оценки гистологических и иммуногистохимических параметров опухоли, требующему анализ сотен блоков и препаратов, создается возможность для одновременного гистологического и иммуногистохимического и фиш-анализа большого количества образцов в одном препарате, сделанном с рецепиентного блока. В дополнение к сокращению затрат на расходные материалы, труда затрат лаборантов и врачей, неоспоримым преимуществом этой технологии является то, что весь анализ происходит одновременно и в абсолютно одинаковых условиях. Широкое применение тканевых матриц в ближайшее время должно стать интегральной частью ежедневной работы при проведении научных и рутинных клинических исследований. Мы надеемся. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я прошу задать буквально один-два вопроса. Да, пожалуйста. Вы таким образом собираете в одном блоке информацию о всех частях, вроде как интересующих в данном куске, прямо скажем. а не вероятности потери информации, то есть упустить из виду тот или иной фрагмент, который, может быть, имел значение, но не попал в матрицу, например. Такая возможность исключена, потому что предварительно проводится сканирование гистологических препаратов, сделанных с конкретного донорского блока. Соответственно, на большом увеличении мы имеем возможность оценить весь срез и отметить столько зон, сколько нас интересует. И при том, если опухоль имеет, допустим, гетерогенную структуру, то мы можем выделить все участки, и в матрицу попадут все структуры, нас интересующие. Я имею в виду, что на этапе выбора кусков вас интересующих есть же шанс упустить что-то. Шансы есть всегда пропустить. Поэтому мы не можем... То есть, понимаете, если мы будем исходить из этой логики, то все игольные биоптаты должны быть вне закона. Просто потому что игольный биоптат — это всего лишь одна десятитысячная, предположим, от опухоли размера Т1 даже. Поэтому если мы будем исходить из именно такой логики, то вся современная диагностика должна быть вне закона. Безусловно, существует опухолевая гетерогенность. Безусловно, мы рискуем, когда мы используем биопсию из биопсии или биопсию из операционного материала, но поэтому мы проводим картирование вначале, и потом мы исследуем то, что мы исследуем. То есть мы из опухоли не берем один кусочек, мы не берем два кусочка, мы берем как минимум три или больше. Конечно, ваш вопрос абсолютно обоснован и закономерен, но тем не менее, работая не для диагностики, а работая с большими массивами данных, от 100, от 300, в данном случае от 600, мы надеемся, что такая наука как статистика нам поможет убрать девиации и дать то практическое зерно, которое мы можем дальше рекомендовать. Спасибо. Спасибо. Продолжая этот вопрос, и эту тему у нас будет после перерыва два доклада, где мы бы могли продемонстрировать наши, так сказать, успехи и возможности, которые у нас существуют именно с использованием этой системы.